Без году столетия. Одному из старейших в мире и единственному национальному информационному агентству Украины Украинформу исполняется 99 лет. За свою историю оно прошло путь от небольшой информационной службы к мощному информагентству с наибольшей сетью региональных и зарубежных корпунтов. Сейчас Украинформ часть мультимедийной платформы и навещания Украины. Подробнее в сюжете Олеся Гурбик. История Украинформа – это летопись из самой Украины 1918 год, период становления независимости государства. В это же время создают украинское телеграфное агентство. Его возглавил известный общественный деятель и публицист Дмитрий Донцов. Через несколько месяцев сеть была распространена на крупнейшие города. Это было агентство при Гетмане Скоропадском. Но его власть продержалась недолго – полгода. Донцов возглавлял агентство. Он был талантливым публицистом и приложил много усилий, чтобы это агентство могло существовать в тех непростых условиях гражданской войны, которая разгоралась. Агентство несколько раз меняло адреса и названия. Почти 70 лет оно было известно как РАТАУ – радиотелеграфное агентство Украины. Современное название Украинформ получило в начале 90-х. Сейчас это мощная фабрика новостей, базируется в центре Киева. Агентство было для редакции газет в Украине, а также для зарубежной прессы – источником информации об Украине. Когда Украина стала независимой, агентство тоже стало независимым, национальным. И, кстати, первую информацию на зарубеж о провозглашении независимости передало наше агентство. Эту важную страницу в истории Украины, а также ключевые события, начиная с 1945 года, хранит в негативах архив фотослужбы Укринформа. Здесь несколько десятков тысяч исторических снимков, сделанных в разных странах мира. Всего фотоколлекция насчитывает более 500 тысяч снимков. Мы часто отсюда берем негативы или фото, а также сохраняем для истории. Это важные документы. Здесь лежат негативы, мы их сканируем и размещаем у нас на сервере. А это справочно-информационный отдел агентства. Здесь история хранится на пожелтевшей бумаге архивных периодических изданий и отдельных вырезках из газет. В картотеке – законодательная база в бумажном варианте. А так выглядела лента новостей несколько десятков лет назад. Новости Укринформа выходили на такой телетайпной ленте. Шла информация, и она так печаталась, одна за другой. Сегодня Укринформ имеет самую большую сеть региональных и зарубежных корпунктов. Корреспонденты агентства работают практически во всех регионах Украины и в разных странах мира – Бельгии, Канаде, США, Молдове, Германии, Нидерландах, Польше, России, Франции, Австралии и странах Балтии. В сутки распространяют более 300 новостей, фоторепортажи, инфографику на семи языках – украинском, русском, английском, немецком, испанском, французском и китайском. На сегодняшний день в Москве мы физически не присутствуем. Но наш корреспондент работает в странах Балтии, Эстонии, Литве, Латвии. Периодически он меняет дислокацию и также ездит в Москву. Со временем мы поняли, что в Москве нашему человеку работать довольно опасно. В России опасно не только работать, но и просто там находиться. 30 сентября 2016-го в Москву с частной поездкой прибыл собственный корреспондент Украинформа во Франции Роман Сущенко. Нарушая все международные правила, его задержали спецслужбы. В ФСБ журналиста назвали сотрудником украинской разведки и обвинили в шпионаже. Минобороны Украины заявление опровергло. Роман работает в агентстве с 2002-го года, а с Абкором в Париже с 2010-го. У всех основной тренд – это надежда. В любом случае, он будет снова в нашей команде. Сущенко в российских застенках удерживают уже полгода. 179 дней. За все это время Кремль только раз разрешил Роману увидеться с женой, но запретил передать ему рисунки сына. Не объяснили, почему. Не приняли. Просто сказали, что нельзя передать рисунки. То есть можно просто их было показать, но отдать непосредственно в руки, чтобы у него они были. Ничего там такого не было. Это обычные детские рисунки. Видно, что это ребенок нарисовал. Ничего такого радостного. Про семью, папа, мама, Юля. Вопрос освобождения Сущенко не раз поднимали международные организации. Москва любые призывы игнорирует. Лефортовский районный суд продлил Роману срок пребывания под стражей до 30 апреля. Олеся Гурбик, Владислав Посудевский, UA-TV.